Всем привет, ребята! С вами снова Настя, вы снова на моём канале. Всем привет! Как видите, я выбралась на природушку. На фоне увидите замечательную реку, имя которой Руза. Да, мы выехали за город на праздники, и я решила, что это замечательная возможность снять для вас видео. Я обещала, что я сниму видео-обзор на книгу, которая называется «Влюблённость, любовь, зависимость». Вам эта идея показалась очень интересной, необычной, классной, поэтому сегодня я расскажу вам о влюблённости. Мне кажется, это очень актуально, очень интересно, надеюсь, что вам даже понравится. Вот, к сожалению, самой книжечки у меня на руках нету, но у меня есть вот такая книжечка с лошадками, в которую я записала основные мысли, идеи, которые мне хотелось бы с вами, наверное, обсудить, потому что, чтобы это был не просто монолог, а именно диалог, да. Так что, если вас что-то зацепит, будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, мы с вами обязательно их обсудим, потому что это суперинтересно. Эта книга состоит из трёх частей. Первая про влюблённость, вторая про любовь и третья про зависимость. И сегодня, да, мы с вами поговорим про влюблённость, потому что это очень, мне кажется, интересно, как для меня, так и для вас. Именно в этом видео мы с вами рассмотрим общую характеристику влюблённости, её физиологическую основу, потом разные фишечки, эффекты, феномены, как хотите, называйте, касательно влюблённости, её плюсы, точнее, её минусы, которые одновременно могут быть и плюсами, то есть такой вот очень интересный сегодня будет анализ, что же такое влюблённость. Я постараюсь, наверное, добавить какие-то свои мысли, свой жизненный опыт, подключу, наверное, то, что мы записывали на лекциях про влюблённость, потому что у нас замечательные пары с замечательными преподавателями, вот. И я надеюсь, что получится, в общем, очень интересное видео. Природа. Травка. Про авторов нужно сказать, что два человека посмотрят эту книгу. Это первый, это Андрей Лоргус, это бывший декан нашего факультета психологии. То есть очень интересно, что именно поэтому, кстати, я, наверное, и купила эту книгу, потому что я видела, лоргус наш декан, фигню не напишет, надо брать. И второй человек, это психолог Ольга Красникова. Это психолог-консультант и преподаватель психологии. И вся эта книга, она основана на их жизненном личном и профессиональном опыте. То есть это, возможно, такой, знаете, краткий конспект всех лекций, которые они читают. То есть это такая очень высокая концентрация опыта, который, мне кажется, будет интересно вам услышать. Так, всё, мне кажется, я достаточно кинула удочку. Что же такое влюблённость? Можно добавить много определений, но, наверное, к определению мы с вами подойдём попозже. И сейчас мы рассмотрим характеристики влюблённости, то есть то, что характерно людям, которые находятся в этом состоянии. И да, если вы не против, то я буду всё-таки подглядывать, потому что я тут записала такой чёткий конспектик, чтобы не сбиться с мысли и не растекаться водой под рей. О, как это красиво звучит! Да, будем с вами чётенько идти по пунктам. Первая такая очень важная характеристика влюблённости — это потеря рационального рассуждения. Рассуждения, то есть часто люди, которые влюблены, мы сами думаем, это замечаем и на себе, и на других, они несут бред, делают глупости, просто разные нелепые вещи, и ты думаешь, блин, ну что, ненормально, что с ними так? А он просто влюблён. Вторая характеристика — идеализация предмета страсти. То есть, когда мы не видим ничего плохого в человеке вообще, только хорошее, он святой, просто в нём ничего плохого нету, ни пылинки, просто он идеален. Следующее — это эйфорическое возбуждение рядом с объектом страсти. Эйфория — это такое лёгкое, радостное состояние восторга, трепета и прям такого полного возбуждения всей твоей натуры. И я думаю, ну вы знаете это чувство. И оно постоянно и, возможно, только в присутствии предмета. Это, конечно, грубо звучит, но предмета, то есть человека. Следующее — это тоже, думаю, знакомо многим, это эмоциональная нестабильность, то бишь американские горки, то всё прекрасно замечательно, то всё ужасно, какой кошмар. Очень важный пункт — это искажённое восприятие себя, окружающего мира и других. Следующее — это жажда обладания объектом. То есть нужно, чтобы постоянно он был со мной, он был моим, чтобы она ни на шаг не отходила от меня, постоянно была рядом. Вот это вот нездоровая штука. Следующее, очень рядом находящееся с потребностью быть рядом, это стремление и желание к полному слиянию. То есть растворение всяческих границ абсолютно, стремление соединиться с человеком полностью на всех трёх уровнях душа, тело, дух. Даже какое-то отсутствие самоидентичности. То есть только есть другой человек, другого мира просто нет. У меня тоже нет, есть только он, она и ради него там... Следующее, тоже очень характерная штука для влюблённости — это панический просто страх потерять человека, которому ты испытываешь такие чувства. Также это сильные переживания эмоциональные, психологические. И последнее — это неадекватная ответственность. Тоже, я думаю, про это мы ещё с вами поговорим. Да ты берёшь на себя гораздо больше, и ты думаешь о гораздо большем, что ты можешь вообще сделать, и что в твоей, грубо говоря, компетенции, если можно так выразиться. Всё то, что мы с вами перечислили, — это такие не очень, мягко говоря, позитивные черты влюблённости. И они даже больше скатывают на характеристики страсти. И страсти не в том формате, что это такое яркое чувство, которое прям... А страсти как, наверное, относительно грехов. То есть страсть — это что-то такое очень сложное, плохое, мрачное, что ведёт к болезни души, к разрушению души. И судя по этим характеристикам, как бы это все симптомы страсти. Но влюблённость далеко не всегда является страстью. И влюблённость можно рассматривать как начальный период любви, который даёт первый, наверное, такой импульс в общении между двумя людьми, и который позволяет им вообще сблизиться, и в дальнейшем это реально может привести к очень длительным, правильным, гармоничным отношениям. Но это возможно только если человек даёт себе время, в кавычках, пережить влюблённость, осмыслить её результаты, плоды. И только с таким грамотным, рассудительным подходом плоды влюблённости действительно могут быть очень огромными, очень хорошими и позитивными. Но про это мы тоже поговорим позже. Теперь давайте, как я уже заявила вначале, поговорим про физиологическую составляющую влюблённости. То есть это то, что происходит с организмом во время того, как мы влюблены. С организмом происходят огромные перестройки. В контексте именно физиологии можно сказать, что влюблённость – это аффективное состояние, которое быстро насыщается и может также быстро угаснуть. Под аффективным состоянием мы понимаем такое состояние человека, когда он абсолютно нестабилен, он действует только на основываясь на своих инстинктах и эмоциональных каких-то, то есть на эмоциях. То есть в состоянии аффекта люди могут делать разные вещи, абсолютно неадекватные, абсолютно странные. И влюблённость как раз является таким аффективным в какой-то степени состоянием. И меняется просто кардинально гормональный фон человека. Есть несколько гормонов, которые просто, когда ты находишься рядом с тем, к которому ты влюблён, просто бьют тебе в голову. И это такие гормоны, как дофамин, который вызывает именно такую эйфорию рядом с человеком, который тебе нравится. Также приливы энергии, вдохновения, желание постоянно быть рядом и делать глупости разные. Это всё делает дофамин, то бишь гормон удовольствия. Дальше у нас идёт адреналин и норадреналин, которые в совокупности вызывают бессонницы, постоянный, опять же, подъём энергии, волнение, тревоги. И они являются виновниками того, что у вас могут дрожать руки или коленки. То есть, да, если вы рядом с человеком, в которого вы влюблены, и у вас начинают подтряхивать так нехилые коленочки, это всё адреналин виноват. Как бы, знаете, кого винить. Следующий гормон – это серотонин. Он тоже очень важен, потому что он как раз избыточную общительность вызывает. То есть, это всё его рук дело. И разговорчивость, и также любовь ко всему миру – это тоже серотонин. И последний – это эндорфины и эндозепины. Они вызывают чувство спокойствия и безмятежности только, внимание, только рядом с объектом вашей влюблённости. Ещё существует такое мнение, что влюблённость – это непроизвольное такое состояние, влечение, которое застаёт нас врасплох полностью. Но есть другая точка зрения, что влюблённость предопределена нашим бессознательным. То есть, в нашем бессознательном состоянии существует множество различных неудовлетворённых потребностей, внутриличностных конфликтов и разный травматический опыт, который может подталкивать нас в реальной жизни к выбору тех отношений, в которых мы сможем свои неудовлетворённые потребности, которые мы даже не знаем, потому что они бессознательны. Мы не сознаём это. Вы как раз ощущаете отношения, мы можем их как-то реализовать, эти потребности, которые у нас просто… Мы их не понимаем головой, потому что они в бессознательном находятся у нас. И как раз именно в невлюблённом состоянии мы не можем проанализировать полностью наши бессознательные разные травматические опыты и разные неудовлетворённые потребности, которые у нас есть. А когда мы влюбляемся, это всё вылезает наружу, и мы можем уже с этим работать. То есть это такой материал, который действительно очень ценен и может помочь в работе именно с самим собой. Это очень круто на самом деле, действительно. И рассматривая потом, когда, допустим, у вас прошла эта вспышка влюблённости, можно рассмотреть, попытаться, как вы себя вели, как себя вел человек, какой именно это был человек, почему вот он именно вас вызвал, эта влюблённость. То есть это всё не просто так, можно найти очень много разных интересных зацепок, возможно, даже невротических, про это пока не будем говорить. Вот, и это всё можно анализировать и реально узнавать очень много интересного о себе самом в первую очередь. То есть в этом плане влюблённость как раз как такой материал, то есть он даёт материал для анализа своей собственной личности. Также ещё как раз в невлюблённом состоянии мы не можем так просто анализировать наше бессознательное, потому что у нашего хитрого, замечательного организма есть много защитных механизмов, которые стремятся максимально оградить нас от возможной боли, поэтому наш травматический опыт опускается всё ниже, 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 и его как-то достать очень тяжело. А влюблённость как раз помогает в этом смысле понять многие вещи о самом себе. Учёные часто говорят, что влюблённость – это витальная реакция нашего организма на другого человека. То есть вита – это как жизнь, переводится, и влюблённость – это некая потребность. То есть действительно у нас есть потребность влюбляться, потому что она, эта влюблённость, даёт нереально огромные потенциалы, много очень сил и энергии. Но помимо того, что она даёт очень много сил и энергии, она забирает тоже очень много всего. И она лишает сил, и как раз за счёт этого влюблённость, она как быстро насчищается, так и быстро угасает. Потому что этот период не может длиться долго просто потому, что организм не выдерживает. Это огромное перенапряжение для него, это стресс, это, опять же, действие этих гормонов. Просто организм устает, лишается сил. И как раз есть те вещи, которые свойственны влюблённости, и как раз они являются причиной потери сил. Это перепады настроения, часто бессонные ночи, отсутствие полное, полное, вот это точно, полное отсутствие чувства мер вообще. Дальше постоянная тревога и также часто перебои с питанием. Вот это всё свойственно для сильно влюблённых людей, которые прямо на пике находятся своих сейчас чувств. Но мы уже сказали, что часто влюблённость это очень нестабильное состояние, и как раз огромная, не знаю, любовь ко всему миру может у влюблённого резко смениться на ненависть ко всему миру, подъём энергии на полный спад, усталость и нежелание вообще двигаться. И непоколебимая уверенность в себе и в других может резко перейти в сомнения в себе и в мире. То есть это всё тоже свойственно влюблённости, и это как раз такая получается адреналиновая зависимость, или даже американские горки, потому что у тебя от одного полюса безумного счастья до полного отчаяния идёт вот такой разброс. И это очень-очень-очень-очень просто сложно для организма. И может сформироваться даже зависимость от влюблённости, или же адреналиновая зависимость от, ну, как мы уже поняли с названием, от гормона адреналин. Определённые дозы адреналина впрыскиваются организмом в кровь самого организма, что-то странно сказала. Когда наш, когда возлюбленный наш находится рядом с нами. И как раз мы от этого адреналина впадаем в зависимость, и мы хотим всё чаще и чаще видеть этого человека, чтобы просто получить дозу. Это реально наркотик. Следующая очень важная характеристика влюблённости, и мы сейчас поговорим об этом побольше, это идеализация. Выражается она в том, что восприятие нами, нашего возлюбленного, всегда, всегда неадекватно. Если это влюблённость, это 100%. Мы видим только то, что мы хотим видеть. Мы не замечаем ничего плохого, просто игнорируем это полностью. То есть, видим человека только с одной стороны, вот как монета, знаете. Видим только одну сторону монеты, вторую, даже если мы чуть-чуть как-то, наш мозг замечает это, он это отсеивает. Потому что это отрицание, это возведение на пьедестал, и мнение о том, что этот человек самый лучший, самый идеальный, и у него нет ничего плохого вообще этого, быть не может, это же он. Мы сами видим, часто проецируя в партнёре, то, что мы сами мечтаем, допустим, найти в партнёре, который нам действительно нужен, которого мы хотим видеть рядом с нами. И часто человек просто мимо проходил, грубо говоря, а мы уже намечтали о нём, какой он, какой он будет в семье, какие у нас будут дети, и вот это всё. В народе говорят, я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Как бы вот это всё об этом же. Идеализация — это абсолютно всегда самообман, который даже в какой-то степени мешает человеку узнать своего партнёра настоящим, то есть таким, какой он есть. Влюблённость не даёт этой возможности полностью. То есть это плохая сторона её, потому что она слепа на один глаз. В отличие от любви, которая, можно сказать, у неё оба глаза, она видит как хорошее, так и плохое, но акцентирует внимание только на хорошем. Вот это да. А влюблённость, она лишена, она как бы это, одноглазая. Видит только всё хорошее, а плохого нет, потому что как такое может быть? Как раз это отличие влюблённости от любви, о котором я только что сказала, оправдывается тем, что... Точнее, оправдывается, объясняется тем, что влюблённость действительно боится правды, потому что может разрушиться эта идеальная картинка, и у нас пропадут все чувства. У влюблённости есть три пути развития. Первый — это как раз любовь, то есть влюблённость подготавливает почву для любви настоящей, которой все мы стремимся, все мы о ней мечтаем, но часто у нас либо влюблённость, либо зависимость формируется любовь, это реально редкость. Вот, то есть первый путь развития влюблённости — это её перерастание, медленное, постепенное в любовь. Второй — это разочарование или опустошение, то есть когда мы понимаем, что вау, оказывается, этот человек живой, у него, оказывается, есть минусы, нет, нам это не подходит, это разочарование. Третий путь, наверное, даже не знаю, самый ужасный — это формирование из влюблённости зависимости. То есть я уже говорила, что это полное растворение границ, и концентрация только на своём партнёре, и вообще полное отрицание себя. То есть мы жизненно, нам необходимо присутствие нашего партнёра, это зависимость просто нереальная, ужасная, просто это кошмар, это нельзя. Следующая довольно интересная вещь, о которой я хотела бы вам рассказать касательно влюблённости, это две характеристики — эмоциональная зависимость и фиксация на единственном человеке. И в связи с этим выделяют такой феномен, феномен туннельного сознания, или, проще говоря, это сужение психологического внимания. То есть если мы, грубо говоря, в группе людей, и ты видишь двух человек, или даже одного человека, который безумно влюблён, именно влюблён в того, например, с кем он разговаривает, ты можешь стрелять из танков, ты можешь кричать, ты можешь делать около него что угодно, он не увидит и не услышит, потому что он сейчас разговаривает со своим возлюбленным, ему полностью всё равно на то, что происходит вокруг. У него вот как раз это называется феномен туннельного сознания, потому что вот как туннель, ты видишь только человека. Вокруг там что-то... Это вообще никого не волнует, как бы, серьёзно. Можете проверить. Просто понаблюдайте за тем, как вот они общаются друг с другом, на именно их взгляды, потому что можно просто вот так вот, а можно, ну, типа, леолет в полях, то есть без какого-то сильной концентрации. И это очень интересный момент. То есть феномен туннельного сознания характерен самой, наверное, пиковой стадии влюблённости. Но у этого феномена есть такой огромный минус, потому что он лишает здорового, нормального выбора партнёра, потому что ты видишь только одного. Это фиксация на единственном человеке. У тебя вот туннельчик, и ты видишь вот только одного человека. А то, что там дофига разных классных партнёров, которые, может быть, даже хотят с тобой отношения, ты их просто не замечаешь, потому что, алё, у тебя туннель, один человек, всё. Фиксация тоже вообще нехорошая штука, потому что она делает собственную жизнь, собственную, представляете, собственную жизнь даже человека, возможной только в присутствии возлюбленного. Это ненормально. То есть влюблённый будет постоянно стараться находиться рядом с человеком, которому он испытывает такие яркие, буквально болезненные даже какие-то эмоции. И тут очень интересная вещь, потому что тот партнёр, который более склонен к зависимости, то есть к зависимым отношениям в будущем, он будет больше искать в партнёре подтверждение того, что мы рядом, мы вместе, мы пара. То есть он будет постоянно требовать внимания, требовать подтверждения того, что вот отношений именно самих. Это тоже любопытно. Очень важно в себе, если вы замечаете такое, прищекать это, потому что это ни к чему хорошему вообще не приведёт. И самое ужасное во влюблённости, это то, что существование просто без человека представляется невозможным. То есть жизнь реально буквально зависит от того, позвонил ли тебе он сегодня, встретились ли вы сегодня. Это просто всё настроение зависит только от этого. Это самое кошмарное. Ещё если говорить про влюблённость, есть опасность того, что слишком быстрое сближение двух личностей, двух людей, как телесное, так и психологическое, понятное дело, может привести к тому, что встреча с большой буквы двух личностей, именно двух людей, она может не состояться просто, потому что за этим быстрым сближением вы не успеете понять вообще просто, кто перед вами. Этот человек может ли быть с вами. У вас есть какие-то общие интересы. Если вы просто сразу так врежетесь, грубо говоря, друг в друга, не дадите себе время отдышаться, подумать, проанализировать, пространство какое-то себе было, чтобы сразу не всклеиться просто в плотный замок и не превратить это от тех, точнее, от зависимости, вам нужно время. Первое время все советуют после знакомства дать себе какое-то пространство и время отдышаться, подумать, прочувствовать, что вообще было, как вам, и основываться на своих собственных уже впечатлениях. Еще одна характеристика влюбленности – это просто неконтролируемая сила, которая тянет себя постоянно к твоему возлюбленному. И тут есть такая сложная штука, потому что очень часто влюбленные люди оправдываются этим, то есть напортачились, делали что-то не очень хорошее, и типа, да, это все была влюбленность, я же себя не контролировал, ну вот у меня был порыв страсти, я не виноват. Знаете, что это все лишь оправдание. Потому что это перекладывание ответственности. Но действительно стоит помнить, что влюбленность делает человеком, поскольку это аффективное состояние, человек не в норме, то есть он сейчас не в обычном, не в спокойном состоянии и не может нормально действовать, исходя из действительно своих каких-то побуждений, а только из страсти. Если говорить про неконтролируемую силу влюбленности, можно подумать, что объект, то есть что источник того счастья, который мы испытываем, то эйфории, находится где-то вовне. То есть, ну это логично, если мы влюблены в человека, то если есть человек, то есть и те прекрасные эмоции, которые мы испытываем, находясь рядом с ним. Но многие психологи, я в том числе, считаем, что... Я так говорю, считаю, как будто я все-таки... Ну я, как теоретически, я психолог, потому что я учусь на психологическом, как бы... Многие психологи считают, что именно источник как раз любви, который человек испытывает, оно находится внутри. И это сердце человека. Потому что если так подумать, как писал Достоевский, цитата, чтобы любить человека, не обязательно быть с ним рядом постоянно. Достаточно только изредка смотреть на его фотографию и знать, что у него все хорошо. Потому что даже если мы не видим человека, и он далеко от нас, или, не дай бог, он умер, или еще что-то, мы все равно можем испытывать эти приятные чувства, потому что источник здесь, не где-то там. Это огромный плюс вообще всего, потому что оно всегда с тобой. Вы можете уже перестать общаться с человеком или еще что-то, но любовь-то, она всегда с тобой. Ты в любой момент можешь вспомнить это, достать это, и прокрутить в голове какие-то воспоминания. Это будет невероятно приятно, полезно. И понимание того, что все внутри. Ребята, у нас внутри с вами реально у каждого. У каждого. Микрокосмос. Или даже макрокосмос. Там такие просто голубины, которые мы сами часто за всю жизнь не успеваем, и не можем просто понять, кто мы на самом деле. И это невероятно. У каждого там такой мир, честно. Меня это очень сильно поражает. Выделяет такой тип влюбленности, как влюбленность-страсть. И у нее есть свои проявления, как внешние, так и внутренние. И давайте сейчас, наверное, с вами посмотрим внешние проявления влюбленности-страсти. То есть, эта страсть, как мы поняли с вами уже из того, как мы говорили ранее, это что-то ужасное, плохое, что приводит к разрушению личности, души и ее болезни. Внешние черты влюбленности-страсти это увлеченность, одержимость человеком, возбуждение, энергичность, подвижность и восторженность. А внутренние, которые тоже, возможно, даже сильнее, чем внешние, это страх потери предмета любви, страх разочарования, что очень свойственно влюбленности, как мы сказали, потому что она правды боится, видите ли. Хрупкая такая, знаете, а нет фундамента. Дальше влечение. Ненасытная потребность в общении, слиянии и удовлетворении своих потребностей. Своих, слышите, потребностей. Дальше мучительное ожидание и мнительность, и недоверие. И как только влюбленность, грубо говоря, добила из своего, произошло слияние либо на телесном плане, либо на душевном, то влюбленность, она уходит, именно влюбленность-страсть скорее, потому что она получила, что хотела. Зачем? Она быстренько так спадает и ищет нового объекта, нового предмета для влюбленности, чтобы дальше испытывать эти прекрасные ощущения. А убегает как раз влюбленность быстренько, потому что впереди, если у вас уже какой-то контакт произошел на каком-то из уровней, из которых состоит человек. Я уже говорила, да, тело, душа, дух. Впереди виднеется перспектива ответственности, то есть длительных отношений. А это ответственность, принятие решений, изменение своей собственной жизни. Она боится этого очень-очень сильно и исчезает. Теперь нам осталось поговорить про разочарование и про плоды влюбленности, потому что разочарование, как и влюбленность, то бишь очарование, фактически это синонимы влюбленности и очарования, я считаю. Ну, в какой-то степени влюбленности. Синонимы. После влюбленности наступает разочарование, как один из путей, конечно, если она потом может либо перерасти в зависимость, не дай бог, или перерасти в любовь. Но сейчас мы поговорим про разочарование, как, наверное, самое частое, что происходит во влюбленности. Как раз, когда влюбленность в какой-то степени уменьшается, у нас, я про разочарование, формируется, опять же, раздвоение путей. Потому что, желая, когда влюбленный, желает продлить влюбленность, он требует от своего возлюбленного, сложно говорю, извините, много возлюбленного, влюбленного, вот это всё. Он возлюбленный, точнее, влюбленный требует от возлюбленного подтверждения, их отношений. Влюбленный требует, чтобы возлюбленный своим поведением разрушил какие-то проблемы, которые чувствуются, потому что ну спад происходит, влюбленность угасает. Если возлюбленный не желает изменять свою жизнь и постоянно угождать человека, которому в него влюблен, отношения идут на спад и происходит разочарование, опустошение и собственно все. Грусть, утраты и всякое такое. А если возлюбленный все-таки хочет как-то попытаться, происходит формирование созависимых отношений. То есть это зависимость, потому что один человек требует что-то от другого, а другой потакая ему, изменяет свою жизнь, свои привычки, просто все, лишь бы угодить ему. И получается уже это ненормально, потому что искренности в таких отношениях больше не будет никогда. Если говорить про первый вариант, про разочарование, оно переживается наиболее остро, если кроме эмоциональных и каких-то психологических ярких моментов в отношениях не было ничего более крепкого и фундаментального. Это значит, что разочарование будет проходить максимально остро. Люди абсолютно по-разному реагируют на разочарование. Некоторые даже просто отрицают влюбленность. Они говорят, что вот, да я в него и не была влюблена, типа вот он такой козел и бла-бла-бла. Но это не более чем психологический механизм защиты, то есть отрицание всего, что было, чтобы не травмировать лишний раз свое сердце, свою душу. Наш организм очень хорошо о нас заботится и старается как можно больше нас обезопасить. Разочарование разворачивает нам человека с абсолютно другой стороны. Если во время влюбленности мы видели все только позитивное, только прекрасное, только хорошее, то разочарование это все так... И ты теперь видишь исключительно все плохое, все хорошее чаще всего забывается. И это огромный минус, потому что когда мы разочаровываемся в отношениях нашей влюбленности, точнее в человеке, проще говоря, то мы забываем все хорошее, что было. Это неправильно, потому что нам нужно все-таки, чтобы два глаза видели и хорошее, и плохое. И концентрироваться только на хорошем. Даже если отношения уже кончились, это нормально. И это правильно, я вам скажу. Это очень-очень хорошо. Но после разочарования возможно еще два пути. Да, сложная такая дорожка у влюбленности и ее перерастания, но вот такая штука. Первый, что разочарование приводит к осознанию того, что перед тобой живой человек, у него есть эти слабые стороны, как такое может быть? И ты понимаешь, что есть и хорошее в этом человеке тоже. Если ты это осознаешь, то у тебя это все так хопа соединяется, и как раз это выводит отношения на качественно новый уровень. То есть это опять же зарождение любви. Второе, это завершение отношений, если как раз крушение идеала произошло слишком огромное, если он был слишком большой, этот идеал, он очень ужасно рассыпался, это как бы все. И это завершение отношений. И последнее, самое такое, наверное, классное, о чем мы с вами поговорим, это плоды влюбленности. Потому что сейчас мы поняли, что влюбленность это не очень хорошая штука, мягко говоря. Мы с вами поговорим сейчас о том, что нам приносит влюбленность. Большая заслуга влюбленности в том, что она открывает человеку огромный потенциал, который находится в нем самом. И часто человек может даже не догадываться, что в нем такая огромная сила, он даже не представляет, что он на такое способен. И когда человек влюбляется, очень часто даже самые застенчивые, робкие, стеснительные люди просто с ними творится что-то, вау, что. Я не понимаю, что они могут быть открытыми, очень настроены к общению даже с конкретным человеком. И это действительно очень сильно мотивирует, потому что потом ты понимаешь, что, блин, я могу таким быть. Действительно, это очень вызывает огромную энергию. Влюбленность каким-то образом открывает человеку окно в самого себя. То есть мы, опять же, можем решить свои проблемы, видеть себя. Потому что в обычном состоянии это, грубо говоря, окно, оно закрытое. Но оно распахивается с огромной силой, когда приходит влюбленность. Эта влюбленность, она настолько сильна, что она задевает все три сферы человека. Телесную, душевную и духовную. Также влюбленность это буквально прорыв человека через его эгоцентризм и эгоизм. И считается, что влюбленность это такое духовное движение вперед, духовный порыв, который открывает перед человеком неимоверный горизонт духовных возможностей и всеохватность любви. Опыт влюбленности это возможность поверить в силу своего сердца. Очень красиво звучит. Мне, наверное, так нравится? Я не могу. Еще очень важно, что если человек использует свою влюбленность, обращая эти ресурсы, которые она дает человеку, в свой духовный рост, то влюбленность дает огромный просто духовный потенциал, огромные ресурсы, которые действительно могут просто перенести тебя на абсолютно другой уровень твоего, не знаю, сознания в какой-то степени даже. Влюбленность может исцелять от невротизации различных. Я уже вам привела пример, что очень встязнительный человек, который очень сильно переживает из-за того, что о нем подумают другие, вот всякая вот эта вещь, мнение окружающих, он действительно абсолютно меняется, когда влюбляется. У него исчезают все эти барьеры, и это очень вдохновляет в будущем. Следующая штука тоже очень классная, потому что мы с вами говорили про идеализацию, и пришли к выводу, что это довольно-таки плохо. Но идеализация дает очень-очень важный урок, потому что при помощи идеализации мы можем видеть в людях, не только в тех, которые нам нравятся, все только хорошее. Действительно, это бывает иногда сложно, но когда ты влюблен, ты всегда видишь только хорошее, а этот опыт можно перенести и на других людей, и сделать свою жизнь качественно лучше. Потому что, когда ты замечаешь в других людях только хорошее, ты обращаешь их внимание на положительные стороны, и людям это приятно, и они себе платят всем же. И это действительно очень-очень классно, потому что жизнь меняется реально. От того, как ты мыслишь, что ты говоришь, что ты делаешь, жизнь и окружающие, абсолютно точно, я вам говорю, ребят, это все очень сильно связано. Поэтому влюбленность нам дает идеализация, опыт особого видения людей и нахождение в них только всего самого светлого, самого доброго, самого хорошего. Даже если вы знаете, что у людей есть какие-то, как у всех, блин, у всех есть какие-то плохие стороны, то этот особенный любящий взгляд, он смотрит поверх этого всего. И даже, вот опять же, как любовь, она зрячая, она не слепая, она видит и правым глазом, и левым. Очень важно позволять людям быть несовершенными, потому что мы несовершенны. Все, абсолютно, кроме Иисуса Христа, но это Бог и человек. Еще такой замечательный есть человек, митрополит Антоний Сурожский. Он тоже замечательно сказал, что когда мы любим, мы видим человека таким, каким он может быть перед Богом. То есть, все то самое прекрасное, самое доброе, что есть в нем. И когда мы влюблены, как раз мы это и видим. То есть, смотрим на него божьим взглядом. Это невероятно дает много и человеку, который испытывает чувства и смотрит, грубо говоря, и возлюбленному. Подводя итог, можно сказать, что влюбленность действительно разрушает кучу барьеров на пути между двумя людьми, которые идут на сближение во время влюбленности и простраивает такую дорожку к настоящей любви. И это открытие себя, открытие другому и другого. Это опыт особого видения. И это действительно тот опыт, который открывает нам дорогу в любовь и переворачивает нашу жизнь с ног на голову. И влюбленность, это, как мы уже сказали, открытие своего сердца. Грубо говоря, после того, как мы в кого-то влюблены, мы говорим сами себе. Теперь я знаю, как мое сердце умеет любить. И это очень важно понимать, что действительно мы абсолютно не всегда в жизни испытываем какие-то яркие чувства. Мы понимаем, что да, я могу. Это было круто. Но такие прекрасные плоды приносят влюбленность, только если она не заканчивается разочарованием, а заканчивается тем, что человек здраво, рассудительно подходит к тому, что произошло и ищет, можно сказать, положительное в том, что было. Вот, ребят, это такое видео, я уж не знаю, разделю я это на две части или выложу в одно. Но в любом случае, если вы это посмотрели, то большое спасибо вам, потому что для меня это очень важно. И мне кажется, это было очень интересно. И это не завершение разговора. Я жду вас в комментариях, что вам интересно, что вам, возможно, было непонятно. Если что, спрашивайте. Может быть, если узнаю, я вам отвечу. Это было невероятное, мне кажется, видео. И сейчас тут такой закат красивый. Сейчас я вам покажу его. Вот такая красота у нас на русском водохранилище. Просто не могу. Невероятно. Спасибо вам большое, что вы были сегодня со мной, посмотрели это видео, потратили время своей жизни. А шо-то у меня уже горло болит, уже холодно, уже сейчас комары будут кусаться, как бы. Поэтому сейчас побегу домой пить чай с мятой. Поэтому спасибо вам большое за просмотр. Я очень сильно по вам скучаю, очень сильно вас люблю. Поэтому будьте всегда такими же, какие вы есть. Не стесняйтесь себя. Потому что очень важно любить себя и понимать, что каждый из нас уникален. Нет ни одного обычного человека. И когда говорят, как все, мне не нравится это выражение. Потому что, что как все? Все люди абсолютно разные. Каждый человек это уникальный... Ну, хотите, изумрут. Кто-то обточенный, кто-то пока еще нет. Но это не значит, что нужно не любить и пренепрягать неопточенными изумрудиками. Внутри ты изумрудик, ты все равно красивый, понимаете? Все, что-то заболталось. В общем, очень сильно вас люблю. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok